Здравствуйте! Сегодня час пик для русского философа, последние годы живущего в Германии. В студии Александр Александрович Зиновьев. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Зиновьев, 73 года, профессор философии. Войну прошел летчиком-штурмовиком, награжден орденами и медалями. В 51-м с отличием окончил философский факультет МГУ. Работал в Институте философии Академии наук, заведовал кафедрой логики на родном факультете. В 76-м в Швейцарии опубликовал свою первую книгу «Зияющие высоты». Был исключен из КПСС, уволен с работы, лишен ученых степеней, званий и наград. Через два года его лишили гражданства и выдворили из страны. С тех пор живет и работает в Германии. На Западе издано более 35 его книг, в том числе «Коммунизм как реальность», «У нас катастройка», «Смута», «Русский эксперимент». В 90-м восстановлен в гражданстве и званиях. По натуре исследователь, увлекается живописью и рисованием, сам делает иллюстрации к своим книгам. В свободное время копается в саду и читает русскую классику. Александр Александрович, мы так здесь сконцентрированы на этих горячих проблемах в России, что нам часто даже некогда голову поднять, оглянуться, посмотреть, что вокруг России. Со временем нашей последней встречи здесь, в этой студии, прошел уже почти год. И я хочу начать с вопроса за пределами этого привычного российского поля. Что изменилось в вашей жизни на Западе за эти прошедшие месяцы? Изменилось не так уж много. В общем, основная линия жизни сформировалась уже тогда, и она не изменится. Но этот год был в высшей степени интересный. Во-первых, я занимался изучением ситуации на Западе с точки зрения взаимоотношений Запада и России. То есть это уже после той книги, которая была опубликована осенью, «Запад». Совершенно верно. Я продолжаю исследование. Да, вторую часть делаю. И потом в России в это время шла настолько бурная и интересная социально-политическая жизнь, что просто оторваться было невозможно. Александр Александрович, мы, говоря о ситуации в России, пользуемся разными словами и терминами. Но философ редкий гость в нашей студии. Как говорят философы, давайте договоримся о терминах. Часто обсуждая ситуацию, мы как бы забываем, стираем значение тех слов, которые используем. Я назову некоторые слова, а может быть вы дадите им свое определение. Например, насилие. Что это такое? Видите, я не вижу тут особой проблемы. Состояние языка действительно ужасное. И оно касается не столько таких общих понятий, общечеловеческих, сколько понятий, касающихся оценки ситуации в России и в мире. Касается таких явлений, как капитализм, демократия, коммунизм, тоталитаризм. Тоже не понимает, что это. Понимаете, я вам скажу, я только насчитал около 150 значений слова капитализм. Несколько сот определения слова коммунизм. Давайте именно это я и хочу прояснить. Вы философ, у вас есть своя картина мира. Ваше определение, ну хорошо, от насилия вы отказываетесь. Капитализм, что это? Опять-таки, понимаете, я на этот счет придерживаюсь такого принципа. Я уклоняюсь от дефиниции. Дефинициями тут ничего не сделаешь. Вот прибавишь еще одну к другим. Я создаю теорию. Вот скажем, что такое коммунизм. Я еще в 70-е годы построил основы теории общества коммунистического типа. Я эту теорию разрабатываю дальше. В этой книге «Коммунизм» и другие книги. И, собственно, вопрос о том, что такое коммунизм, я отвечаю, вот читайте эту книгу. То же самое, капитализм, вы говорите так. Я считаю это слово идеологической пустышкой. В прошлый раз мы с вами говорили, современное общество называть капиталистическим, значит, западное, значит, ничего не сказать. Я ввел понятие западнизм, не вкладывая никакого априорного смысла. И я в своем анализе показываю, что то, что считают капитализмом, это маленькая частичка этого грандиозного явления. То же самое в отношении демократии и других аспектов. Ну, если вы сами ссылаетесь на свою книгу и советуете ее читать, то я тогда воспользуюсь вашим советом, вашей рекомендацией. И вот, говоря о коммунизме. Психология коммунистического человека, то есть мы говорим о новом человеке, о том материале, из которого строится коммунистическое общество, глубоко въевшееся в души людей, въевшееся в души людей, иметь все сразу и без труда, совместить коммунистическое безделье и паразитизм с западным изобилием. Это, можно сказать, что это часть определения коммунизма? Это часть характеристики человеческого типа, который я назвал гомбосоветикос. У меня книга была на эту тему. Да, это часть, это характеристика. И подавляющее большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в особенности в средних образованных слоях, они именно таковы. Но их характер к этому не сводится. Они обладают многими другими чертами и чертами обаятельными, такими, какие у людей других стран не встретишь. Я при всем... То есть паразитизм в сочетании со стремлением к западному изобилию плюс обаятельность. Да, и причем, вы понимаете, вот, скажем, стремление к паразитизму удивительным образом сочетается со способностью к рефлексии, к разговорам. К душевности. К душевностью. Таких разговорщиков, как наши с вами соотечественники, в мире нигде не встретишь. Я, по-моему, в прошлый раз говорил, за 18 лет эмиграции ни одного разговора по душам с западными людьми. А здесь я вот приехал... И слышите мой голос, да? Да. У меня голос... Охрип мне. Охрип. Я только темой занимаюсь. Я наслаждаюсь разговором здесь с моими соотечественниками. Просто наслаждаюсь. То есть разговор как ценность просто. Разговор есть образ жизни, вы понимаете? Есть западный человек, очень деловой человек. Полуроботы, понимаете? Для них разговор средства. Хорошо. Можно сказать, что разговор – это образ жизни не только человека, каждого в отдельности, темной образ жизни общества. Образ жизни всего общества. Это наше общество было обществом разговорщиков. Русское общество и останется таким. Какие бы перемены ни происходили, я сейчас смотрю колоссальная пресса. Десятки газет, журналов уходят. Я вот всю ночь читал, понимаете? Вроде какие-то незначительные газетки читаю. Я не могу оторваться. Блестящие статьи. Блестящие статьи. То есть удивительно. Ярко стали писать. Ярко писать и умно писать стали. Александр Александрович, вы сказали сейчас, только что произнесли такую фразу, русское общество и останется таким. Сейчас мы поговорим о будущем. Пожалуйста, одна ваша цитата в продолжении разговора. Коммунистический социальный строй в России разрушен. Но это не означает, что там автоматически развивается строй западного типа. Тут нет выбора – либо коммунизм, либо западный строй. Нет уже коммунизма в Российской Федерации. И в нынешних условиях его реставрация исключена. Но нет там такого социального строя, как в США, Англии, Франции, Германии и других развитых странах Запада. И вряд ли он будет создан. Из интервью Александра Зиновьева газете «Правда» 28 декабря, 95 год. Так что будет в России? Опять свой путь какой он? Я на эту тему много писал в российской прессе и говорил. Конечно, свой путь. Ну, это естественно, понимаете, по-моему, это банально. Страна не может идти чужим путем. Конечно. Может быть, общая будет существовать. Определить. Сейчас уже этот путь довольно ясно определился. Это не общество западного типа в чистом виде. Но это не возврат к коммунистической системе. Такого возврата нет. Вот многоукладная экономика. То есть это некая конвергенция. Нет, это свое явление. Это не есть эклектика. Вы понимаете, нельзя это смотреть как на эклектику. Так получилось. Так получилось. Вот эти 10 лет, которые прошли, я на них не смотрю, как на черный провал, как обычно принято рассматривать, скажем, советский период. И то не было. И 10 лет. Какие действия вы имеете в виду? После 1985 года. За это время очень многое произошло. И вычеркнуть этот кусок истории из российской жизни невозможно. Так же, как и советский кусок. Понимаете, вот складывается российский путь. Многоукладность в экономике. Плюрализм в идеологии. Ну, плюрализм не западный. Это оригинально формируется. Очень своеобразное мировоззрение, своеобразная психология. Я думаю, что сейчас, как мне кажется, главной проблемой становятся проблемы нормализации политической системы. Можно сказать, что у Франции особый путь? Или у Германии особый путь? И у них есть свой особый путь. Но сейчас на Западе... Или у них какой-то общий особый, а у нас совсем отдельно. У нас, понимаете, вот тут две... Можно сказать, что у Голландии особый путь? Нет. И так далее. Нет. Понимаете, в чем дело? На Западе происходит сейчас процесс интеграции и процесс формирования глобального общества. Но не в вульгарном смысле глобального. А мы как бы вне этого процесса. А глобального общества, как общество стоящего над Францией, над Германией, над Соединенными Штатами. Поэтому в западных странах происходит сейчас стремительный процесс разрушения национальных государств. И национальных характеров, границ, культуры и так далее. В России происходит... Этот процесс затронул Россию, но по-другому. Перед Россией стоит сейчас проблема определения своего национально-русского пути. Вы знаете, я как бы не очень могу с вами здесь согласиться по роду своей профессии. Я вот делаю европейский журнал, мне приходится, так сказать, и ездить, и видеть. Просто, вот последний раз был в Норвегии, просто люди национальный праздник отмечают в национальных кассинах. Под национальную музыку устраивают в фестивале национальной музыки. В них участвуют тысячи людей и так далее. Как раз культивируется национальное. Всякие там мелкие народные музеи, фольклорные там и так далее, школы. Вы правы, я согласен. Здесь есть некоторые сомнения. Но, вот это раздувание традиционных народных черт и национальных, есть реакция на вот эту... Защиту, самозащиту. Это же самозащита. Ну, нормально. Но самозащита у них, это самозащита, слишком слабая. И потом им таких катастрофических процессов глобализации и интеграции, как, скажем, можно было бы ожидать, здесь там нету. Там этого не будет. Хотя, дело очень серьезное. Так все-таки, Россия как бы вот вне, вот мы сказали интеграция, вот у них интеграция, у Голландии якобы нет своего пути, вот у них общая интеграция, а у России свой путь. Значит, мы как бы вне вот этой вот интеграции, да? Я хочу понять. Нет, я, понимаете, я бы не хотел, чтобы то, что я говорю, представлялось просто как это мое видение. То, что я говорю, это не мое видение. Это объективное видение. Я стараюсь, так сказать, выразить то, что я вижу своими глазами здесь. Видите, в чем дело? Вот берем Франция, Германия, Голландия. Кстати, я только сейчас курс лекций читал Голландию, оттуда приехал. У них проблем экономики, в смысле типа экономики нет, он определен. Да что уже? Типа, я имею в виду социального типа. Типа, проблемы типа государственности нет. Идеология, понимаете, они сформированы, они существуют. И то, что у них назревает, это продолжение всего этого. Понимаете? В России социальный строй был разрушен, государственность была разрушена, идеология государственной была разрушена. Вы сами это все прекрасно понимаете. Перед Россией стоит задача нормализации экономической системы, нормализации государственности. Понимаете? Вы говорите нормализация, а только что скажешь, что проблема выбора еще существует. Разве проблема выбора стоит, типа экономики до сих пор? Нет, это не проблема выбора. Выбора типа экономики, вы сказали? Нет, нормализация экономики. Он тоже выбран? Путь выбран. То есть нет спора? Нет, спора нет. Спор идет, вы знаете о чем? Вот как понимать приватизацию. Здесь еще ее понимают очень бульгарно. Позавчера я встречался с одним предпринимателем, мы с ним полностью сошлись в этом отношении. Западная приватизация это нечто другое, понимаете? И вот сейчас эта тенденция к современной приватизации здесь очень сильная. Я думаю, что она рано или поздно установится. Спасибо. Проблема в духовном. Пожалуйста, цитата. И так далее. Когда советские люди имели все это в изобилии, они не ценили это, как не ценили и другие достоинства коммунистической идеи. Из интервью Александра Зиновьева газете «Правда», 16 августа, 95-й год. Александр Зиновьевич, я вижу некоторое противоречие, некоторое внутреннее противоречие в формулировке воспитания у масс высшей системы ценностей. Означает ли это, когда мы используем это слово «массы», что мы считаем, что человек не является высшей ценностью? Нет. То есть, вот это вот сама терминология, вот это, я хочу как бы понять. Нет, конечно. Я тут, конечно, двусмысленность в языке, которой избежать невозможно. Я пошу понять меня вот правильно в чем. У меня нет никакой ностальгии по коммунистической, по марксистской идеологии. Я с юности был беспощадным ее критиком. И она всегда для меня служила объектом для насмешек. Я нисколько не жалею о том, что она рухнула. И она отвечала вам по полной. Она не может быть восстановлена. Но видеть в этом только это, только негативные черты нельзя. Она делала огромную работу. Любая идеология имеет свои недостатки, свои достоинства. Общество без идеологии существовать не может. Если бы я имел время, я бы вам нарисовал такую картину западной идеологии, что вы бы схватились за голову. Она ничуть не лучше. У нее она, так сказать, лучше приспособлена к тем, что... Но нет мира под луной, насколько я считаю. Да, да. Теперь. Вернее, нет рая, так сказать, для под луной. Понимаете, сейчас, вот в этот приезд, я уже смотрю на российскую ситуацию, гораздо более оптимистично, чем раньше. И в том числе, вот с духовной точки зрения. По-моему, в России русские вообще, как мы уже говорили с вами, говорят, ну и говруны, мыслители и так далее. Сейчас идет очень интенсивная интеллектуальная работа в стране. И, так сказать, какие-то основы идеологии так иначе будут выработаны. Но идеология такого типа, как была государственная марксист-калининская идеология, в России, на мой взгляд, не появится уже больше. Вот сейчас предлагают такую идеологию, просто в двух словах, в буквальном смысле. Вот был психолог в нашей студии, гостью нашей программы, его фамилия Осмолов, он заместитель министра просвещения. Он говорит, что сейчас детям предлагают идеологию человеческого достоинства. Вот считаете ли вы, что она найдена, эта идеология, или поиск будет продолжаться? Идеология – очень сложное явление. Сводить к какой-то одной формуле или даже к сумме формул нельзя. В этом был дефект марксистской идеологии, когда все свели к сумме штампов. Перед нами, если уж мы стараемся идти по западному пути, перед нами блестящий образец – западная идеология. Там нет доминирующего учения, нет плюрализма, идеологический плюрализм. И западная идеология, ради бога не думайте, что я сторонник ее и прочее. Нет, нам-то какую, западную? Нет, никакую. Я исследователь просто, я говорю о типе, о структуре. Идеология включает в себя массу различных элементов, например, изучение истории. Знать свою историю русскую надо, и знать ее объективно, не приукрашенную и не очерненную, а знать ее, какой она была. Причем самое любопытное в том, вот я, аналогичные процессы сейчас происходят на Западе, я наблюдаю. Вы знаете, вы будете мрачно что-то изображать, это не обязательно, что это будет действовать негативно. Как раз наоборот, обратный эффект может быть. Дальше. Александр Александрович, у нас уже время просто осталось 15 секунд. Ну хорошо, я окончаю. Спасибо, сегодня час пик был для русского философа Александра Зиновьева. До свидания. До свидания. В конце сезона игр 1996 года наша программа проводит турнир звезд. Турнир лучших игроков программы «Угадай мелодию». Списки призов, квартиры, яхты, автомобили, все, что в вашей душе угодно. Выберите своего любимчика и напишите нам. Обязательно укажите дату эфира и имя наиболее понравившегося вам участника. Наш адрес 127-00, улица Академика Королева, 12, телекомпания «ВИД», программа «Угадай мелодию». И если вы это сделаете, я уверен, что ваш фаворит окажется в нашем турнире звезд. Первый международный конкурс видеосюжетов организован фондом «Огонек-Антиспид» и телекомпании «ВИД». Слушаю вас. Мне нужны презервативы. Презервативы. Да, на 100 франкс, пожалуйста. Хорошо. Вот. Итого пять штук. Спасибо. Желаю приятно провести выходные. Ну, пошли. Это папа. Иди сюда. Папа, познакомься. Это Лоран. Мой приятель. Мы уходим в кино. Да? Хорошо. Главное, прикрыться не забудьте. Давай. Чем? Первый международный конкурс видеосюжетов организован фондом «Огонек-Антиспид» и телекомпании «ВИД». В конце сезона игр 1996 года наша программа проводит турнир звезд. Турнир лучших игроков программы «Угадай мелодию». В списке призов квартиры, яхты, автомобили. Все, что в вашей душе угодно. Выберите своего любимчика и напишите нам. Обязательно укажите дату эфира и имя наиболее понравившегося вам участника. Наш адрес 127-00, улица Академика Королева, 12, телекомпания «ВИД», программа «Угадай мелодию». И если вы это сделаете, я уверен, что ваш фаворит окажется в нашем турнире звезд. Продолжение следует...